Музыка Наконец-таки решили запротоколировать, как мы ездим общественным транспортом в Прово. Вот, и сегодня отправляемся туда. Один билет стоит 2,5 доллара в одну сторону, а кому-то, вот как Ирине, совершенно бесплатно. Вот так. Об этом мы отдельно расскажем. Ну и обезьянка. О, да, проводник, вместо того, чтобы проверить билеты, видимо, постеснялся спросить, а мы постеснялись показать. Дал нам в итоге конфеты. Представляете, у нас такую ситуацию. Мы приехали в город Герой Прово. Погнали на улицу. Вот на этом паровозе мы приехали. Он же сейчас поедет обратно в Солт Лейк Сити, в Огден. До Солт Лейка идет 1 час, до Огдена 2. И как полагается, в мормонском городе по воскресеньям здесь ничего не ходит. То есть вы можете поехать в любой день, кроме воскресенья. Вот, это надо иметь в виду, конечно же. Солт Лейк Сити. Вот мы и высадились в даунтауне города Прово. Город Прово у нас второй по численности город Юты. Такой тоже очень серьезный. Здесь есть университеты, несколько темплов. Это, сколько получается, 60 миль на юг от города Солт Лейк Сити. Очень такой мормонский город. Наверное, самый мормонский город из крупных. Очень такой строгий. И здесь, в общем, все как надо. Пойдем погуляем. Сейчас сходим на фермерский рынок. Сходим, как ни странно, в одну из лучших пиццерий. Вот, ну и посмотрим, что тут показывают. Знаменитый хрушка Калачес. Сейчас отведаем. Похоже на бабушкины ватрушки, на самом деле, да. Ну, which is good. Ну и традиционное американское развлечение. Это фармерс-маркет, который проводится в парках в центре города, когда всякие фермеры и прочие товарищи вывозят свои якобы органические продукты. И, в общем, все нам это предлагают взамен магазинных. Всякие аргентинские пирожки. В общем, да, у многих это выглядит по принципу, чем богаты, тем и рады. Но так, в общем-то, можно чем-то поживиться, посмотреть. А в плане продуктов, то вообще, в общем, все неплохо. Купили вот пакет персиков и яблоков за 4 доллара. В такие моменты сразу хочется задать вопрос, а мы точно в Прово. Ого! В общем, зашли в такой занятный антиквариатный магазин. Сколько кразиного. Тут всякие интересные штуки. Вот это все-таки, по-моему, гвоздь программы. Сколько? 10-900, да. Потрясающий магазин. Особенно радует вот тот чувак за мной, который сидит на его входе, который полностью передает ту атмосферу, в которую ты сейчас погрузишься. Ну и как полагается в любом американском городке, конечно, центральная улица самая такая няко-няшная, со всеми ресторанами, заведениями и всем прочим. По ней мы, в общем-то, сегодня и гуляем. Самый лучший логотип вообще во всем штате этой цирюльни, современное искусство во всей красе. Вот так вот едешь в 100-тысячный городок за час, чтобы пиццу поесть. Ну а тут того стоит, прям рекомендация. Погнали. Ну и, конечно же, мормонский юморок. В печечке пекут пиццу. Ну что же, как говорится, снова спасибо этому дому. Пойдем к новому. Ну и вот, да, по обедам сейчас пойдем прогуляемся еще по Temple Square, посмотрим на окрестность. В общем, как обычно, идеальный вариант на выходной. И, как я уже говорил в предыдущем видео, Прово, которое снимал года три назад, если вы прям интроверты, хотите отдохнуть от людей, даже в субботний день вы получите это. Ездите в Прово. Берегите Солфлейк. Ну и, как водится, главная достопримечательность это Temple. Он здесь немного другой, чем во всех других ютовских городах. Такой чем-то похож на какой-то диснеевский замок. Вот, к сожалению, пройти к нему не получается. Сегодня почему-то там все закрыто с какой-то стати. Вот, я, может, ставлю со своих предыдущих видосов кусочек. Так что, ну, в целом, вот так это все выглядит. Ну, а это уже такой обычный Neighborhood Pro. Обычные жилые дома. Спокойствие, благодать. И все хорошо. Вот где-то там за кустами уже показался паровоз и вокзал. И мы совершили такой круг почета по Прово. Сейчас 45 минут, и мы дома. Стоп, открыли дверь, надо постучать. Нок-нок, проходите. Сегодня прям, да, какой-то нереальный аж, так. Да? Вот все, уехал наш паровоз. А здесь прекрасная перехватывающая парковка, как раз рядом с Полис Департмент. Что отчасти гарантирует тебе satisfaction. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...